Еще активнее у нас развиваются взаимоотношения с Поднебесной. Все больше тюменцев стремятся освоить китайский язык. В первую очередь это касается школьников, которые мечтают побывать в этой стране. Кроме того, недавно в Тюмени провели первый урок китайского для предпринимателей. Алексей Козлов продолжит. Физико-математическая школа. Урок китайского ведут носители языка. Приехали по обмену. Сами они будущие филологи. И про русский, и про китайский. Иностранцы часто говорят. Очень трудно освоить. Сами жители Поднебесной уточняют. По-моему, русский язык труднее, чем китайский язык. Русский язык надо говорить очень длинное слово. Например, может быть, не стало. На русском языке не стало, а в Китае только цинь. Это все. У наших школьников тоже были трудности. Когда они ездили в гости, им на китайском математику преподавали. Впрочем, с задачей справились. И это ценный опыт. Контакт между Тюменью и Китаем уже налажен. Русский язык популярен в Китае именно на севере. Именно на севере, там где Цуйфу, где Харбин и другие города, там где Пекин даже. Русский язык популярен. Различные, например, нефинные компании Дайнани, Харбина и так далее, которые тесно связаны с Тименской областью, потому что у нас газодобывающая область. И здесь у нас различные договоры. Станислав Худышкин учится в седьмом классе. Хочет стать архитектором. После поездки в Китай задумался. Будущее нужно связать с Востоком. Вполне возможно, что в будущем я буду выезжать за границу, разговаривать с другими людьми. И вполне возможно, что я даже уеду в Китай. И буду там, возможно, какое-то длительное время находиться. Еще теснее связи с Китаем в сфере торговли. Товары из Поднебесной тоннами едут в Россию. Ранее утро. На почту приехала очередная машина с отправлениями. За прошлый год через Тюменский филиал Почты России прошло больше 30 тысяч посылок. Каждая десятая из Китая. И их становится больше. Объемы международных посылок сегодня действительно растущий тренд. Причем, если смотреть из года в год, то он растет двузначными цифрами. Это порядка 20-40% ежегодного прироста в объемах. Поэтому я прогнозирую, что и дальше этот тренд будет продолжаться, объемы будут расти. Вот и тюменский бизнес хочет говорить с Китаем на одном языке. Это не просто чайная церемония. Первый урок китайского языка для группы предпринимателей. Кого-то интересует импорт, а кто-то замахнулся на экспорт. Только китайский бизнес для тюменцев как китайская грамота. Все упирается в иероглифы. Первоначальный курс это, конечно, базовые знания китайского языка, но затем они у нас будут продолжаться и будет уже упор делаться именно на ведение деловых переговоров. Сегодня, приезжая к нам, китайцы раздают вот такие двойные визитки. После курсов и тюменские имена зазвучат с восточным оттенком. Алексей Козлов и Владимир Кондратьев. Тюменское время.